Ульяновская область, вне всякого сомнения, один из российских лидеров, в части касающихся активности на внешних треках. И эта активность, что очень важно, не носит такого туристически познавательного характера. Это совершенно прикладные проекты, которые нацелены на решение проблем, с которыми Ульяновская область в своем развитии сталкивается, как и любой другой субъект Российской Федерации, из этих внешних связей, из проектов международного сотрудничества появляются дополнительные рабочие места, приходят новые технологии, приходят новые инвестиции, и тем самым, конечно же, Ульяновская область становится примером для подражания, в чем мы сегодня убедились на заседании нашего комитета. И мне также очень импонировало то, что наши коллеги, наши сегодняшние гости из Ульяновской области сосредотачиваются не только на том, чтобы решать собственные проблемы Ульяновской области, они в состоянии смотреть шире, видеть дальше. И мы услышали сегодня много интересных идей и предложений по совершенствованию федерального российского законодательства, которое регулирует внешние связи субъектов Федерации, органов местного самоуправления. Дискуссия показала, что варианты решения этих проблем достаточно многочисленны, но вклад Ульяновской области несомненен, и в конечном итоге то, что будет приниматься здесь, на федеральном уровне, в Федеральном собрании Российской Федерации, разумеется, будет учитывать все конструктивные предложения Ульяновской области. Константин Иосеевич, как Вы относитесь к инициативе сенатора Тимофеевой провести расширенное заседание, выездное, в рамках форума «Японская весна на Волге» в Ульяновской области? Ну, признаюсь, что вряд ли это получится в этом году, у нас уже на текущую сессию график выездных заседаний сформирован, но сама по себе идея мне нравится, и я уверен, что если не в этом, то в следующем году мы ее обязательно реализуем. И еще один вопрос, Константин Иосеевич, скажите, пожалуйста, что бы Вы могли еще порекомендовать Ульяновской области, чтобы быть еще активнее на этом поприще международных связей? Рекомендация только одна, не стесняться своих идей, предложений, не тушеваться, понимать, что в конечном итоге вся внешняя политика, вся международная активность Российской Федерации складывается из-за интересов и потребностей людей, которые живут в муниципалитетах, которые живут в регионах и которые ожидают от того, чтобы внешняя политика России приносила свою отдачу в преломлении к потребностям того или иного региона. И здесь инициативы, исходящие из Ульяновской области, всегда будут восприняты и востребованы на федеральном уровне, поэтому не стесняться, дерзать и смело идти вперед.